Привет, с вами Тимур Асланов, и мы продолжаем серию видеоуроков по связям с общественностью. Сегодня я бы хотел поговорить о такой теме, как пиарщик против потребительского терроризма. Клиент не всегда прав. Какой бы классной ни была ваша компания, как мы много раз говорили, сколько бы всего хорошего вы не делали для своих клиентов и даже для общества в целом, всегда найдутся люди, которым захочется написать про вас гадкие комментарии в интернете. Кто-то сделает это из зависти, кто-то просто от плохого настроения и желания найти козла отпущения. Кому-то показались обидными какие-то действия вашего персонала. А кто-то просто любит с дивана всех поучать, как правильно вести дела. В общем, каким бы идеальным вы ни пытались стать, вас это не убережет от негатива в сети и нападок хейтеров. Это надо четко понимать. При этом многие руководители компании, их пиарщики, очень нервно реагируют на этот негатив, пьют ведрами на вопасит и очень эмоционально реагируют на такие истории, порой идя на поводу агрессоров. Общепринята точка зрения, что компании должны быть максимально лояльны к своим клиентам и чуть что не так сразу сдувать с них все пылинки, посыпать свою голову пеплом, каяться и давать компенсации. Это породило такое явление, как потребительский терроризм. Некоторые клиенты вдруг возомнили себя богами и начали при каждом удобном случае качать права, требовать возмещения морального и материального ущерба и призывать общественность на поддержку. Устраивать компаниям травлю в социальных сетях, проводить негативные флешмобы и так далее. Хрестоматийный пример, ставший широко известным. Американская старушенция обожглась в Макдональдсе горячим кофе и подала против ресторана иск на крупную сумму о возмещении морального и материального вреда. Всем ведь понятно, что с горячим кофе нужно обращаться осторожно. Что вины ресторана нет, что недостаточно горячий кофе тоже мог послужить основой для иска. Это активная манипуляция общественным сознанием. Бизнес как будто все время что-то должен обществу. Особенно эта тема популярна в нашей стране, где у многих, даже достаточно молодых людей, жив менталитет советского человека. Эти буржуи наживаются, так пусть за все отвечают и платят. Бизнес всегда в позиции виноватого. Если говорить о недавних российских примерах, то совсем недавно московский отель не пустил к себе без паспорта одного известного писателя и телеведущего. Его поклонники стали обваливать рейтинг этого отеля в Фейсбуке. Отель соблюдал закон и не захотел нарушать правила в угоду звездному клиенту. Не пустил его без паспорта, за что получил волну негатива. И надо отдать им должное, а не стояли на своем до конца, не испугавшись сетевых истеричек. Так же, как и один грузинский ресторан, отказавший посетительнице возможности зарядить телефон, воспользовавшись розеткой этого ресторана. Заведение тоже было много раз проклято в социальных сетях, и некоторые пиарщики показывали эту историю как кейс, как не надо делать. А я хочу предложить посмотреть на эту ситуацию немного иначе. Но кто сказал, что клиент всегда прав? Откуда это вредное утверждение? Клиент такой же человек, как и все остальные. И как и все остальные, он может заблуждаться, ошибаться или намеренно вести себя неправильно и агрессивно. Казалось бы, да неужели ресторану жалко, что посетитель воткнет зарядку в его розетку? Какая мелочь? Клиентам ведь принято угождать во всем. Но посетителей у ресторана немало. Каждый второй просит возможности подключиться. По какой-то причине ресторан решил, что политика заведения по этому вопросу такая, никого не подключать. Они объясняли это тем, что люди потом забывают у них зарядки, возвращаются и ищут, и это становится причиной новых конфликтов. И было принято решение никому не давать включаться в розетки ресторана. Имеет ресторан право на такое решение? Думаю, да. Хорошее это решение или плохое не будем сейчас обсуждать. Оно правомерно? Конечно. Разве где-то написано, что предоставляя услуги общественного питания, заведение должно заряжать обязательно телефоны клиентов? Конечно нет. Это может нравиться кому-то, может не нравиться, но это право ресторана определять, как себя вести. И говорить о том, что ресторан разрушает свою репутацию таким решением, на мой взгляд, не совсем корректно. Ресторан просто установил границу. Завтра кто-то попросит разрешение принять в ресторане душ. Послезавтра захочет сам приготовить себе еду на кухне. И каждый будет просить поддержки в социальных сетях, обвиняя ресторан во всех смертных грехах. Поймите меня правильно. Я не призываю гнобить клиентов. Клиентов надо любить. И я этому учу и свой персонал, участников моих тренингов. Но любовь бывает разная. Если ваш сексуальный партнер вдруг берет плетку, а вы не получаете удовольствие от боли, самое время сказать «стоп». Предоставлять покупателям дополнительные привилегии – это право бизнеса, но не обязанность. Когда вы приходите в магазин одежды и вдруг вам захотелось кофе, вы, конечно, можете попросить продавца о такой услуге. И если вы в дорогом бутике, вам его, безусловно, сварят. И самый лучший. Но если вы в магазине масс-маркета, на вас как минимум посмотрят с удивлением. И было бы странно там его требовать с пеной рта и обвинять магазин в отсутствии лояльности. Конечно, клиента-ориентированность очень важна. Мы живем в стране, где люди в основном ненавидят друг друга и готовы бить по лицу человека, не уступившего тележку в супермаркете. И стрелять из пистолетов того, с кем не поделили парковочное место. Конечно, важно прививать к культуре хорошего отношения к покупателям и просто к людям в целом. Нашему обществу этого очень не хватает. Но те оголтелые нападки на различные компании, которые позволяют себе многие интернет-комментаторы, это не прививание любви. Это продолжение диалоги стрелять за место на парковке. Тебе не дали удовлетворить свою прихоть? Так пусть все умрут, а ресторан закроется. Магазин разорится, а офис сгорит. Давайте начнем видеть границы между клиентоориентированностью и рабством, в которые такие клиенты, в кавычках, хотели бы загнать многие компании. Мы, слава богу, живем в условиях рыночной экономики и вступаем друг с другом в экономические отношения, где роль каждого четко определена. И требовать гламогласно, что вам должны что-то предоставить сверхобычного, привлекая при этом широкую общественность и угрожая негативными комментариями в ситуации, когда вы хотите получить дополнительные привилегии. Это не норма. Это дурной тон. Это отвратительно. Мораль. Если вы стали объектом информационной атаки или шантажа неадекватных клиентов и потребительских террористов, не торопитесь извиняться и кидаться компенсациями. Спокойно и твердо объясните свою позицию. Привлеките группы поддержки. Не ведитесь на провокации. Многие предпочитают откупиться, чтобы не вытекло в сеть. Я считаю, что это неправильно. От всех не откупишься. Слухами земля полнится. Откупитесь от одного, и завтра на их месте вырастет уже 10. Если вы видите, что кто-то атакует чей-то бизнес с позицией потребительского терроризма, не спешите лайкать и поддерживать. Не включайтесь в эту массовую истерию и ждевенческого отношения к бизнесу. Вы ведь не хотите снова жить в Советском Союзе. Не хотите, чтобы общественное было более значимым, чем личное. Так не поддерживайте эту волну. На этом на сегодня все. С вами был Тимур Асланов. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Если вы с чем-то не согласны, напишите это в комментариях. Если согласны, впрочем, тоже напишите. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. До новых встреч. Пока.